Лимонный чизкейк Этот чизкейк получается очень воздушным и невероятно вкусным. Поехали! Итак, начнем готовить основу для нашего чизкейка. Для этого нам нужно будет измельчить печенье. Перекладем их измельчить. У меня печенье с кунжутом. Возьмем так. И аккуратненько будем засыпать в чашу блендера. Стараясь... Оп! Печенька сбежала. Начнем миксовать наши печеньки. Посмотрим, что получилось. Именно то, что нам нужно. Вытаскиваем ножи. Вот такая смесь у нас получилась. А теперь в эту смесь вливаем растопленное сливочное масло. И начинаем миксовать. Наша масло готова. А теперь перекладываем ее в форму, в которую будем собирать чизкейк. Теперь хорошенько утрамбовываем основу нашего чизкейка. Поддавим, чтобы эта масса стала похожей на корж. Итак, наша основа для чизкейка готова. А теперь отправляем ее в холодильник на 30 минут. Следующий этап. Приступим к приготовлению крема для чизкейка. Взобьем крем-чиз для того, чтобы он стал пушистым. Крем-чиз для отправляем лимонную цедру. Сюда же отправляем сгущенку. Сюда же отправляем свежевыжатый сок лимона. Свежевыжатый лимонный сок придаст нашему чизкейку вкус настоящего лимона. И взбиваем миксером. Я заранее в холодной воде замочила желатин, а потом я его развела на водяной бане. А теперь сюда отправляем 2 столовые ложки нашего крема и размешиваем. Вот такая масса у нас получается. Добавим еще одну ложечку и размешиваем. Смотрите, что получается. Чашечка моментально остыла. Теперь эту массу отправляем к крему. Миксуем. Вот и готов наш крем. Он получился очень воздушным. Ну-ка попробуем, какой он на вкус. Ммм. Здесь очень сильно чувствуется киселинка лимона. Самое оно для лимонного чизкейка. А теперь вытащим наш корж из холодильника и начиняем кремом. Отправляем крем на наш корж. Масса крем на шоке. Музыка. 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 Я попыталась разровнять крем внутри кольца шпателем, но он оказался очень неудобен. И я разровняла крем маленькой чайной ложечкой. Теперь отправляем наш чизкейк в холодильник на 3 часа, для того, чтобы наш крем застыл. Теперь взобьем сливки для украшения нашего чизкейка. Нам понадобится 200 мл сливок. Наливаем их в мисочку. Они должны быть жирными. У меня они жирностью 35%. И нам понадобится 1 столовая ложка сахарной пудры. Возьмем еще немножко. Взобьем сначала на низкой скорости миксера, а потом на высокой. Взбила сливки до крепких пиков. А теперь переложу их в кондитерский мешок и буду выдавливать на чизкейк. Чизкейк провел в холодильнике 3 часа. Время украшать его. Снимаем колечко. Вот так аккуратненько отложим в сторону. Смотрите, какая красота! И пленку тоже убираем. Она нам больше не понадобится. Давайте украсим его курдом. Польем его курдом. Ссылка на рецепт с курдом будет где-то здесь. Давайте украшать. Открываем баночку лимонного курда. И выкладываем на чизкейк. Получится очень красиво. Здесь вкусно пахнет чизкейк. А курд прибавляет только запах. Это очень вкусно пахнет. Думаю, чизкейк сам тоже на вкус неплох. Выравниваем. Теперь украсим наш чизкейк взбитыми сливками. Делаем вот такие вот завитушки. Вуаля! Красота! Готово! Пахнет чизкейк. Готово! Пахнет чизкейк. Пахнет чизкейк. Готово! Посмотрите, какая красота! Этот чизкейк самый красивый, который я пекла. А теперь я хочу также украсить свой чизкейк вот такими лимонными конфетками. Поставим их вот так. Один рядом со сливками, второй, возможно, посередине. Ну, а третий пусть будет так. Вот и готов наш лимонный чизкейк. Друзья, мой чизкейк готов! А теперь я отправляю его на 3 часа в холодильник для стабилизации. Прошло 3 часа. Время пробовать и резать наш чизкейк. Продолжение следует... Продолжение следует... Чизкейк получился очень вкусный, воздушный и пушистый. Любителям лимонов, как я, обязательно понравится такой чизкейк. Лимонный курт придает кислинку лимона. А помните, мы в крем добавляли сок лимона. Так вот, отстоявшись в холодильнике, этот сок проявил себя. И получилась такая легкая кислинка освежающего лимона. Вкусно и просто! Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием! Всем пока!